Кто с морем схож И если болью грудь полна, Не исчерпать ее до дна, А как море глаз любовь нежна, Она ласкается в пленях, 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 И она ласкается в пленях. Первый раз, когда я показала Это было в Афинах, Я выбрала для названия выставки Стих из поэмы «Юргоза Сифериса», потому что это связано с Егейском море. Здесь я выбрала название пьесы «Кальдерона де ла Варка» как реминицензия литературная. Эта пьеса называется «Жизнь есть сон». У меня выставка «Море есть сон». Там есть и литература, и испанская литература. Мои фотографии связаны с литературой. И на одном из международных конгрессов моя подруга как раз работала с Эльвой Переводчиком. И я помню, как она пришла и с каким-то нечеловеческим восторгом рассказывала, что она познакомилась с какой-то чудесной мексиканской девушкой, которая училась в МГУ, которая переводит Цветаеву, которая просто вся горит любовью к русской литературе. И она с таким восторгом о Сельме рассказывала, что когда мы встретились, мы уже её любили, потому что уже как бы бэкграунд был задан. А потом мы как-то, по-моему, бесконечно с ней встречались на самых разных каких-то переводческих фронтах. И здесь, в Институте Сервантеса, мы представляли её переводы, в музее Цветаевой, мы участвовали в её вечерах. И на самом деле это потрясающе, когда такая настоящая любовь, ну, собственно, все мы помним великую цитату из Данте, «Любовь, что движет солнце и светило». И когда ты по-настоящему что-то любишь, любишь литературу, любишь русскую литературу, греческую, испанскую, то таким образом получаются такие настоящие переводы. А если ты по-настоящему любишь жизнь и творчество, то за рамки твоей главной работы судьба всё равно тебя выводит. И мне кажется, очень нравится, что эта выставка, это пример того, как человек талантливый, он всегда выходит за свои границы. Это путь, который неизбежен. И как Сельма, вот этим своим прекрасным, таким переводческим, вглядывающимся взглядом, вдруг находит в море какие-то совершенно, как бы новые образы. Есть одна вещь очень интересная. Это, в смысле, что фотографии не имеют текст, не имеют титул, но Сельма была нестабильна, чтобы их распространить в текст, и, для этого, она использовала по-настоящему литературу, как Сеговия, и она также требовала, чтобы переводить эти тексты. Руссо. То есть, по вопросу о том, что эта экспозиция имеет значение. Есть еще один метод, который я думаю, что является важным. Сельма говорит также, в различных местах и в различных случаях, в том, что фотографии в этой экспозиции есть фотографии в которых не работал Photoshop. В результате того, что не используется Photoshop, это также, в том числе, в том числе, в том числе, что Сельма имеет значение, в том числе, не есть трампа ни картон, есть у esfuerzos, есть у пребыва, есть у пребыва, есть у компенсионного, есть у меня интересное, есть у меня интересное, есть у меня очень много работы для того, и, в том числе, не использовать Photoshop для фотографии, в том числе, это не имеет значение «традутор», видимо, как видите, я видю что-то, но я не использую инструменты, а на мартинке. То есть, что использую белую, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И еще мне невероятно нравится на этой выставке, что она такая очень барселонская То есть для меня это был еще один чудесный ключ к Барселоне Ведь когда, например, о том же Гауди рассуждают Говорят очень часто, что он использовал кипарисы реальные, которые он копировал для Саграды Фамилии Что он использовал вот эту вот керамику каталонскую битую на маленькие кусочки И на самом деле, глядя на Сельми на фотографии, я вдруг подумала А почему никто из исследователей Гауди не писал о том, что Гауди в том числе Очень внимательно вглядывался в море И вот в те цвета невероятные совершенно такие текучие, которые в нем возникают И на самом деле, есть какие-то работы у Сельми, которые просто безумно напоминают вот эти мозаики Жужоля Которые он делал для Гауди Вот эти вот куски невероятные, сочетающиеся вдруг с обломками фраз Как у нее есть фотографии, вдруг с буквами Но которые совершенно трансформируются в этой морской стихии И очень здорово, что вот стихия переведена на какой-то другой язык И заставляет как-то думать То есть я думаю, что почти что все люди, которые увидят эту выставку Сельми Они уже будут смотреть на море иначе Они будут как-то к него вглядываться с особым вниманием во взоре Любовь, дитя, там воды Бегущих ног еще видны следы Но поздно мне бежать во след И море слижет, кажется следы Субтитры сделал DimaTorzok